Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Amarket, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный Telegram канал Amarket с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы постим дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Сегодня на повестке экономического календаря очень важный макроэкономический отчет. Это данные по американскому рынку труда. Официальный отчет, который всем известен как Non-Farm Parals. Это статистика, которая всегда оказывает серьезное влияние на курс американского доллара и, соответственно, на прочие финансовые активы. Но сегодня я допускаю, что это влияние будет помножено многократно, потому что сегодня статистику по Non-Farm Parals будут интерпретировать как еще одну вводную для будущих темпов повышения ключевой процентной ставки. На этой неделе в центре внимания трейдеров, безусловно, было выступление Паула, Джерома Паула, главы американского регулятора в Конгрессе. Он дважды отчитался перед конгрессменом и в Палате представителей, и в Сенате. В обоих случаях ясно дал понять, что американский монетарный курс останется прежним, то, что регулятор будет и дальше ужесточать монетарную политику и даже готов рассмотреть возможность, или опустим, рассмотреть возможность фразу, скажем, готов повысить ставку на 50 базисных пунктов. Причем эта риторика опиралась на кучу таких фундаментальных статистических фактов от Паула, которыми он доказал, что ужесточение политики действительно сейчас целесообразно. Ему, конечно же, задали вопрос, не приведет ли более активное повышение ставки к тому, что американская экономика окажется в рецессии. На что Паул сказал, что рецессия — это сейчас меньшая проблема для Федрезерва и для американской экономики, что если на текущем этапе промедлить, то проблемы, в конечном счете, будут еще более значительные. Паула сделал отдельную отсылку на базовую инфляцию. Я в ходе вчерашнего выступления своего говорил, что действительно она все еще существенно выше целевого ориентира, и нахождение базовой инфляции, которая является самым качественным, объективным показателем, не учитывающим цены на энергоносители и продовольственные товары на высоких значениях, сейчас свидетельствует о том, что не очень-то эффективны последние меры американского регулятора в борьбе с индексом потребительских цен и фактом зашкаливающих показателей этого индикатора. Паул также призвал отказаться трейдеров от спекуляции на тему досрочного завершения программы, завершения текущего цикла ужесточения монетарной политики, потому что текущие условия явно говорят о том, что пиковая процентная ставка будет гораздо выше, чем прогнозировалось ранее. И если мы вспомним, опять же, прежние прогнозы, то еще буквально два месяца назад все закладывались под то, что ставка американского регулятора достигнет максимального уровня в 5,5%, потом какой-то период времени пару кварталов останется на этом значении, может быть, даже меньше, начнет снижаться. Сейчас даже самые скромные прогнозы, если сделать отсылку на FedWatch инструмента, свидетельствуют о том, что пик ставки придется на отметке 5,75%. Это значит то, что на ближайшее наседание ставку поднимут через две недели на 50 байсных пунктов, соответственно, ставка будет увеличена со 4,75% до 5,25%. И потом даже скромными темпами ее повышая по 25 байсных пунктов за раз, все равно мы упремся вот в этот показатель в 5,75%. Но я по-прежнему считаю, друзья, что мы можем спекулировать на теме того, что ставка будет повышена до 6%. Сегодня я разделяю прогнозы оптимистов, которые считают, что данные будут крайне хорошими, тем более, что у нас есть на что опираться. Это отчет среды от частного агентства EDP по состоянию американского рынка труда, когда количество новых рабочих мест было создано в общем показателе 242 тысячи. От нонфармов я жду цифры в районе 220-250 тысяч. Сегодня это моя субъективная оценка. Это, конечно же, чуть меньше, чем было два месяца назад, когда американская экономика создала больше полумиллиона рабочих мест. Но тогда, мы помним, показатель был несколько экстремальным. То есть он прям выбивался из общей статистической картины, с которой мы сталкивались в последнее время. Поэтому не будем равняться на показатели, которые настолько сильно превосходят средние показатели. Если американская экономика создала уже, поскольку это отчет прошлого месяца, больше 200 тысяч рабочих мест, сегодня, друзья, индекс доллара, который сейчас пытаются отправить ниже 105 пунктов, сейчас котировки 104.78, добиться того, чтобы индекс остался ниже указанного сопротивления. Я думаю, что покупатели все-таки перехватят инициативу под конец торговой сессии и вытащат индекс американской валюты снова выше 105 пунктов. По золоту ничего не меняется. 1830 долларов за тройскую унцию пока что ставка на восстановление доходности трейджерис и потенциальное укрепление курса американского доллара. А вот что касается европейской валюты, то я принял решение больше сфокусироваться сегодня на динамике доллара. Евро я закрыл, но если вы держите и дальше короткие позиции, то, что на вашей стороне, опять же, крепчающий доллар и слабая макроэкономическая статистика по еврозоне, я в целом разделяю ожидания тех, кто считает, что пара евро-доллар в ближайшие недели будет котироваться ниже отметки 1.05. Но хочу переждать, опять же, сегодняшнюю бурю, посмотреть затем, как рынок отреагирует на нонфармы, посмотреть затем, какие настроения в отношении перспектив повышения ставки на 50 байсных пунктов будут в начале следующей недели и после этого снова добавить евро в портфель. Американский фондовый рынок S&P 500 3891 пункт, обвал, который обусловлен резким снижением акций банковского сектора США. Мы ждали, что распродажи будут неизбежны, они начались, и я надеюсь, друзья, что вы в правильном направлении рынка. Наша цель долгосрочная 3800 пунктов, сейчас уже индекс котируется на отметке 3891 пункт. Австралийский доллар против американца 0.66 текущей котировки, здесь тоже потенциал снижения сохраняется, тем более, что после вчерашних комментариев главы Резервного банка Австралии Филиппа Лоу, который дал понять, что ставки больше расти не будут, мы сегодня получили подтверждение, почему Резервный банк Австралии принял решение взять паузу и больше не ужесточать монетарные условия. Рынок недвижимости продолжает показывать признаки серьезного спада, в частности в январе продажи, точнее строительства новых домов и закладки новых фундаментов, статистика сократилась на 27,6% всего лишь за один месяц, строительство частных домов снизилось на 13,8%. Поэтому я тут же вспоминаю комментарии Филиппа Лоу о том, что дальнейшее повышение процентной ставки лишь усугубит фундаментальный фонд, потому что усилит давление и на потребителей, и на рынок недвижимости, который и так сталкивается с сложностями высокой стоимости заимствований. В приоритете дальнейшее снижение к цели 0,65. Биткоин, друзья, как мы и ожидали, 20 тысяч. Неизбежный тест этого уровня произошел в текущей котировке 19 875. Я думаю, что снижение продолжится и следующие целевые ориентиры это уже значение покруче. Это юбилейная планка психологическая 15 тысяч. Полагаю, что туда придет. Очень много негатива, который связан с потенциальной инициативой Байдена ввести 30% налог на майнеров. Это также иск, по сути, генеральной прокуратуры Нью-Йорка против компании Кукойн. Обвал нативного токена другой биржи Хобби, который провалился на 90% буквально вечером вчерашнего дня. Ну, хорошо, что быстро восстановился, хотя не вернулся к показателям локальных максимумов, на которых он находился до этого обвала. Это последствия банкротства Сильвергейт и монетарные факторы, которые также указывают на то, что расти будет, друзья, защитный доллар в свете ужесточения американской монетарной политики, а никак не рисковые активы. И доллар канадец. Текущие котировки 1.38.31. Ждем дальнейшего роста. Сейчас тоже очень много факторов за то, чтобы продавать канадский доллар. Это решение по ставке на Банка Канады. Это снижение нефти. Потенциально слабые данные, которые сегодня мы можем получить по рынку труда Канады. Кстати, этот отчет будет опубликован так же, как и американская статистика в 13.30 по GMT. По прогнозам, количество новых рабочих мест составит всего лишь 10 тысяч, что очень сильно контрастирует с показателем позапрошлого месяца, когда прирост был 150 тысяч. На этом фоне дорога вверх и для пары открыта, тем более, что и рыночный сантимент сейчас указывает на то, что 82% трейдеров пару доллар канадец шортят. Поэтому ждем 1.40. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока!